Это проверенный способ. Когда вы открываете Бхагавадгиту случайно, Господь как параматма, если вы искренне хотите получить наставления, те, которые вам нужны в данный момент, по совести, вот у вас проблема, вы с чем-то столкнулись, и вы хотите получить ответ от Господа, что бы Он сказал? Вы просто случайно открываете, и там именно та шлока, которая отвечает вам на ту ситуацию, в которой вы находитесь. Но это надо быть искренним. Если надо действительно... А у меня без искренности открывают, и все в десятку, в десятку, потом в сто процентов. Как раз присутствует? Не, а так и открывают. Он говорит, что синие Бхагавадгиты там десятки тысяч сменили. То есть, какой лучше читать? На какой лучше? Чем дальше, тем лучше. Если будет у меня, допустим, 86-го года. Я не буду от себя спекулировать, я на этот вопрос скажу, что говорили горы наши. Такой вопрос же не впервые задается. Ответ простой. Что, какие бы ни были изменения, исказить полностью Бхагавадгиту невозможно. Поэтому тот, кто искренний, он всегда получит правильное значение в любой Бхагавадгите. Он увидит сквозь изменения. Он увидит, да, истинное. Ну, естественно... Мы не берем те Бхагавадгиты, которые издают Майавадди, заведомо ложные или академические издания, где тупоумные ученые, которые, ну, не преданы. Мы берем те Бхагавадгиты, которые издаются, ну, вайшнавскими организациями, любой вайшнавской сампродаи. Есть четыре авторитетных сампродаи, которые несут послание вайшнавизма. В любой из них, если вы берете Бхагавадгиту, то их значение, оно не отличается кардинально никак. Может, какие-то нюансы несущественные, но само значение, оно вайшнавское остается. А суть Бхагавадгиты какая? Это просто придайся мне. Сарва Дхарман, и все. Я тебя освобожу, и ни о чем не волнуйся. Мне попадало шесть, например... Это Шернагати. Это книга Шернаги. Подводит к Шернаги. Мне попадалось изменение, что в оригинале человек сможет практиковать, а изменение в измененном виде в поздней редакции было... Может пытаться практиковать. Давайте. Что? Садись, Бхагавадгиты. Вариант номер один, то есть изначальный текст был, человек может практиковать, ну, типа, сознание Кришны, а позже в издании это выглядело, человек может пытаться практиковать сознание Кришны. Ну, я не вижу разницы. Они не решают ничего. Да он же глубже, он тогда Шеремат начинает же подсчитывать. Но Бхагавадгита... Если взять любую лекцию Гуру, то, что он говорил раньше и сейчас, она же не повторяется слово в слово. А если взять одного Гуру, другого, третьего, они тоже все отличаются. Но их смысл одинаков. Причем я слышал, что это даже оскорбительно пытаться сначала у одного Вишнава, Гуру, задать вопрос, а потом с целью сравнить, типа, задавать тот же самый вопрос другому. То есть, типа, что ты первую разу слышал, то как бы... Ну, это какой-то дух вызова. Это уже сама позиция оскорбления. Позиция. Ты приходишь уже, типа... Ну, это противоречит принципу искренности, принципу совести. Это не по совести. За это ты будешь наказан, тоже парамаген. Да. Ты будешь... А наказание какое? Лишение знания. Да, наказание знания. Ты становишься глупым, сумасшедшим. Да, да, да. То есть, люди, которые оскорбляют Гуру, оскорбляют Шастру, не лишаются ума. Это параматма, она закрывает знания. Это параматма, она закрывает знания. А если ты становишься опять сильный, да? Да. Видят твои искренности. А если ты не искренности, то закрываешься, и ты спокойно. То есть, даже сумасшедший может исцелиться, да? Если она начинает поступать правильно. То есть, как бы, ему улучшают, и что-то изнутри как бы он все-таки нацелен на истину. Сумасшествие – это следствие оскорблений. Это не просто случайность. Искричительное оскорбление. Ну, так это же много примеров, когда... Если бы не было оскорблений, то были бы сумасшедшие. Когда люди, которые совершают вайшнаву аппаратку, они потом сходят с ума. Это много примеров. Чайтань Чайтанрити, когда там оскорбляли вайшнаву. И что с ними было? Либо браканы. Ну, это то же самое. Среди атеистов же тоже есть сумасшедшие... Что? Просто у меня вот такое робкое предположение, вдруг сумасшедствие может быть вызвано не только пара. То есть? Сумасшедствие – это лишение знаний. То есть, это оскорбление знаний. А, да-да, это уже такое. Когда мы чего-то лишаемся, это означает, мы это оскорбили. Например, от вас уходит жена. Почему? Потому что вы ее оскорбили. Лакшминь, богиню процветания. Или ее супруга. Она не может находиться там, где оскорбляют ее супруга. Да, вот столько людей, типа, говорят, вот эти банкиры такие-сякие, да, ну, а сами в нищете. А это же замкнутый круг, да, получается? Дело в том, что банкиры, они не владеют тем, что имеют. Они не наслаждаются этим. Человек может наслаждаться только тогда, когда он испытывает от чего-то счастье. А если он от этого испытывает страх потерять, что ограбят, что налоговое заберет, грабители придут, инфляция все съест. У него нет счастья. Он просто в иллюзии, что он владеет этим. Он не владеет. Всем владеет майя. Он как сторож при сундуке, он как в современной трясутке. Он просто иллюзорный владеет. Понимаете? Но что означает иллюзорный? Это означает, что как только в деревне будет другая власть, ему скажут, снимай сапоги, власть переменит. Или шапку поверните теперь в эту сторону. С другой стороны, если бы это ж типа как рабочая, которая там открывает... Сын Януковича был очень богатым человеком. Там он заработал миллионы. Там и богатый зуботехник или кто-то. Вы понимаете, сегодня пан, завтра пропал. Это материальный мир, полная иллюзия. Поэтому если здесь кто-то себя мнит президентом, миллионером, я не знаю, кем, это все временно. Но это души, которые накопили определенные секреты, их поставили направлять в потоки. Что? То есть люди в прошлой жизни были достаточно благочестивые, в этой жизни их поставили направлять в потоки финансовые. Не всегда так. Грабитель, который грабит банк, он неблагочестивый. Он просто украл. А может, ему покормить, если бы он не воровал, пришло бы то же самое, но он выбрал этот путь в этой жизни? Нет, ему... Смотрите. Смотрите. Один грабитель, он может только кошельки воровать, а другой может... Я, например, работаю в банке, да? К примеру. У меня зарплата, я не знаю, 10 тысяч гривен в месяц. У меня есть доступ к сейфу банка. И там лежит миллион. Я беру свои ключи, открываю, забираю миллион. Долго я буду гулять с миллионом. Пока не заметил. Везде стоят камеры, везде все отражается. Если бы вы были хакером, то я бы могла... Ну, я бы погулял пару лет. Если бы вы были умный человек, вы могли очень долго гулять. Ну, если бы я был очень умный, то я бы мог долго гулять. Очень долго. Но все равно я бы умер. И после смерти на суде Амараджа меня бы отправили туда, куда надо. Вот. И что получается? Что я мог бы, например, спокойно работая за 10 тысяч гривен, прожить всю жизнь, да? А так я за 2-3 года ужал всю свою карму в этих 2-3 года, попировал, погулял, и сжег свою карму. Меня словили. И я заработал и сжег, и сжег свой организм. И даже миллион не успел потратить. Почему? Потому что по карме не положено. Ко мне братки пришли и сказали, делись. И все. Все по карме. Все по карме.